Экзаменационная кампания на Кубани, которая из-за коронавируса началась в более поздние, чем обычно, сроки, продолжается. Более 25 тысяч кубанских выпускников школ будут сдавать русский язык, один из обязательных предметов. Конечно, в их числе есть и славянские 11-классники. С подробностями Андрей Вишневский. В основной волне ЕГЭ-2020 самый многочисленный поток выпускников именно на экзамене по русскому языку. Одному из обязательных предметов по регламенту на тестирование дается 3 часа 30 минут. В важной экзаменационной паре предшествовала большая работа всех заинтересованных служб. Для того, чтобы государственная итоговая аттестация прошла на отлично, пришлось серьезно поработать. Такое ощущение, что я тоже сдаю экзамен и тоже выпускница, потому что мне хочется, чтобы у них всех были хорошие кимы, и чтобы они все ответили и показали свои знания. Психологически настроены хорошо, мы для них создаем все абсолютно условия, они обязаны сдать на отлично. Для учителей-выпускников проведение единого государственного экзамена всегда очень значимое событие, ведь они столько лет занимались с ребятами, вкладывая в это всю свою душу. Веду с 4 класса, с урока ВПК, потом 5 класс, и вот то, что они должны показать на выпуске, это очень волнительно. И каждый год, и через год их приводишь, выпускников, все равно переживаешь первый раз. Им нужен сейчас такой спортивный задор, как на Олимпиаде, нашим спортсменам. Им нужно все волнение мобилизовать, нужно русло, чтобы этот адреналин, который они получат, они использовали на благие цели. Им нужно обойти все ошибки, обойти все сложные задания, решить их. В 4 лицее 100 выпускников из 1, 3 и 39 школ старались проявить свои знания и практические навыки по владению русским языком. К испытанию они были вполне готовы, и даже объяснимое волнение не было препятствием. Мы все думаем, что мы сдадим, ибо русский язык не сдать довольно-таки трудно. И мы все к нему достаточно хорошо готовились, и поэтому, я думаю, проблем у него возникнет. За последние года два я старался потянуть его как можно лучше. На экзамен пришел с довольно хорошим настроением, пускай даже он проходит и в июле. Ну, нас очень хорошо в школе готовили, поэтому, я думаю, мы сможем показать также хороший результат и приятно всех удивить. И я хочу пожелать всем ученикам не переживать, хотя я сейчас переживаю чуть-чуть, потому что это такой волнительный момент. Я желаю всем ученикам действительно, чтобы им попались хорошие варианты, знакомые задания и легкое письмо, легкая ручка, легкая тетрадь и все, чтобы у них удалось сейчас, в этот момент. Состояние здоровья экзаменующихся проверяли на входе, измеряли температуру тела, дезинфицировали руки. В аудиториях, оборудованных системами онлайн-видеотрансляции, рециркуляторными лампами и сплит-системами, для ребят были созданы все условия для успешной и безопасной работы. Все, как и было запланировано, проходит в штатном режиме. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».